Здравствуйте, в эфире КМТВ, программа конференции, я и ее ведущий Дионис Коптарь. Сегодня у нас в гостях председатель движения развития Юрий Васильевич Крупнов. И мы поговорим об идее, которая инициировала это движение по поводу возможного переноса столицы на Дальний Восток, на границе с Китаем. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Первый вопрос заключается в том, зачем делать такое действие? С моей точки зрения, оно является абсолютно необходимым. То есть это не просто такое событие планируемое из разряда «хорошо бы», а это событие из разряда «жизненно необходимых». С моей точки зрения, очевидно уже сегодня, и вряд ли нужно подробно объяснять, что центр мировой активности последние где-то 20 лет стремительно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, даже можно сказать более точно в Северо-Восточную Азию, где сегодня все определяет большая тройка стран. Это Китай, это Япония, это Южная Корея. Ну и плюс еще не надо забывать, что за океаном находятся Соединенные Штаты Америки. И безусловно, поскольку мировая активность переместилась туда, плюс последние 30 лет очень динамично, феноменально развивается Китай, то в этом фактически центре мира мы должны присутствовать предельно достойно и как минимум быть сопоставимы с этими развитыми странами или интенсивно развивающимися, или, по большому счету, мне кажется, в традициях России даже задавать лидерство. А сегодня это не так. И без переноса столицы именно на Дальний Восток, на мой взгляд, на границу с Китаем, мы этот вопрос никак другим образом не разрешим. А почему нельзя резко модернизировать уже существующие города? Дело не в том, что не надо модернизировать существующие города. Перенос столицы – это во многом символическо-политическое действие. Оно связано само по себе не с тем, что мы строим 50 городов, создаем 100 заводов, перемещаем миллион человек. Нет, это локальное действие. Но оно определяет две важные особенности. Первое – это решимость государства делать данный регион приоритетным. Это первый вопрос. То есть мы, руководство, находимся там, где самые насущные проблемы для страны, мы находимся на переднем фронте. И второй момент. Перенос столицы даст возможность, объявляя приоритетом Дальний Восток, делая его приоритетом, соответственно, и модернизировать города, и, соответственно, создавать практически новую промышленность. Тем более, что вот то место, куда я считаю необходимо переносить столицу – это Амурская область, треугольник между городами Шимановск, Свободный и Углегорск. Там как раз уже начато проектирование, и в ближайшие 7 лет будет построен новый космодром Восточный. То есть, в принципе, то, что я называю и активно наше движение пропагандирует последние два года – Дальневосточный космический кластер. Поэтому это само по себе должно стать центром развития и задать совершенно новый уровень развития для Дальнего Востока в целом. Насколько я понимаю, вы предлагаете построить фактически столицу с нуля? То есть, не на основе какого-то существующего города, а с нуля построить инфраструктуру? Ну, и так, и не так, потому что с точки зрения градостроительной, вот, урбанистической, я бы лучше говорил о создании агломерации с новым центром в виде столицы. Вот как раз Свободного – это примерно на сегодня где-то 55-60 тысяч населения, Шимановска – это 23 тысячи населения, и, в общем, совсем небольшого городка, его даже поселком называют, зато закрытое административное территориальное образование Углегорск, там около 5 тысяч человек. То есть, в принципе, вот в этом треугольнике, это где-то 60 километров друг от друга примерно, да, вот в этом треугольнике и нужно создавать дополнительный административный район, дополнительные поселения для наукоградов и для космодрома. И, собственно, это будет такой город-агломерация, потому что, в любом случае, мне кажется, это не должно быть чем-то таким, там, в виде 500 башенных каких-то таких зданий. То есть, это не город-чудовище, а это город, абсолютно вписанный в ландшафт и в ту ситуацию, которая есть вот в новом центре, в том числе и Амурской области. У вас есть какие-то подсчеты, сколько денег на это потребуется? Да, такие подсчеты есть и, в принципе, мы должны говорить о средствах, которые равны примерно возведению одной башни Газпрома, Охты-центра в Санкт-Петербурге. То есть, фактически, речь идет о 2-3 миллиардах долларов, это максимальная сумма и средства, которые необходимы. Но я бы хотел подчеркнуть, что, когда мы говорим о средствах и о новой столице, то надо представлять не вопрос о том, что вот мы с нуля, вот приезжают какие-то грейдеры, начинают разравнивать землю, здесь бетоном ее заливают и так далее. Столица – это, прежде всего, обозначение, естественно, власти, что здесь приоритет, плюс это, безусловно, и для самых богатых людей, для олигархов повод, соответственно, переезжать тоже туда. И в том числе, если будет принято решение о столице, то одним из первых решений должно быть решение о переводе счетов, в том числе, в это место. И я вам гарантирую, что создание такого налогового пулу, по сути, с участием наших крупнейших компаний, оно фактически решит все вопросы затрат. Вот. И я не буду сейчас обсуждать вопрос, он менее такой однозначный вопрос, какие выигрыши в какие годы будут в финансовом плане, потому что, на мой взгляд, они будут, они очевидны, но это просто, конечно, менее четко подсчитывается сегодня, я не хочу здесь наводить тень на плетение и давать какие-то точные цифры. Но то, что мы, переместив сюда центр, в том числе финансово-организационный, административный, просто приведем сюда хотя бы даже налоги наших крупнейших корпораций, ну, на мой взгляд, это и будет прекрасным основанием финансовым для развития, создания и развития этой новой столицы. Среди вопросов, которые пришли к нам на сайт, были такие, которые связаны с тем, как соединить вот эту новую гипотетическую столицу с уже существующими традиционными регионами России. Какие будут транспортные артерии? Ну, вопрос очень хороший, потому что, безусловно, тот тип транспортного сообщения, который сегодня существует, это фактически ухудшенная модель того, что был в 80-е годы. А помимо того, что просто развивается мир, да, и тогда это было недостаточно, но сегодня это еще во многом порвано. И как вот очень точно еще несколько лет назад высказывался Борис Алексеевич Виноградов, будучи депутатом Государственной Думы, что тарифы и транспортные физические ограничения, они разрывают страну. То есть в этом смысле уже сегодня, во-первых, нужны новые транспортные проекты. А для столицы здесь ключевым будет, безусловно, совершенно другое налаживание авиасообщения, но создание, конечно, высокоскоростной транспортной трансевразийской магистрали, потому что... Ну, поездов сверхскоростной. Для поездов, да. И в том числе автомобильные дороги, которые сегодня так и не соединены в какие-то условно единые магистрали от запада до востока. Но то, что касается трансевразийской железнодорожной магистрали высокоскоростной, то, опять же, это все вопросы не для столицы. Вот как бы вот мы столицу, а теперь давайте высокоскоростные магистрали для обслуживания столицы. Вовсе нет. Это само по себе. Это само по себе необходимо. И более того, мы уже примерно где-то 5-7 лет полностью утеряем значение нашего транзитного потенциала, то, что называют географы и экономисты, ренты по положению, когда грузы могут естественным образом идти через Россию. Все, мы 5-7 лет назад потеряли это положение по двум фундаментально объективным причинам. Первое, это революция в контейнеровозах, кораблях, которые могут теперь фактически на 5-7 дней, 10, иногда 15 даже дней, быстрее вокруг, так сказать, света из Азии в Европу возить грузы и предельно экономично. То есть мы проигрываем уже контейнеровозам мореходным. И второй момент, Китай интенсивно, в том числе, безусловно, опираясь на известные ЮВЖД, КВЖД, то есть вот эти все маньчжурские нами фактически организованные транспортные сообщения, Китай создает обходные пути через себя, то есть принимает грузы на себя и получает все те транспортные прибыли, преференции, да, организуя правильно транспортную политику. Поэтому, безусловно, для сообщения нужно... Да, еще один очень интересный момент. Вот поскольку где-то в километрах 50 от того места, где, я считаю, должна быть новая столица, будет строиться космодром, то обязательным элементом системы космодром, обязательным элементом является строительство аэропорта с, в общем-то, фундаментальной взлетно-посадочной полосой не менее 3,5 километра. И это должно быть тоже примерно в этом районе, не более 30 километров от космодрома. Поэтому будет прекрасная взлетно-посадочная полоса с прекрасным аэроавиационным оборудованием, и не сделать здесь современный аэропорт, в том числе для транзитных рейсов, просто будет смешно. А если это будет, это очень интересно. Это должно быть сильно датироваться на самолеты, чтобы они стоили символическую сумму. Опять же, очень точно вы это определяете, но, Дионис, тут как бы и к столице, и не к столице. Потому что, я повторяю, поскольку вопрос-то сегодня, эти тарифы разрывают страну, и они сегодня уже должны датироваться, и слава богу, очень медленно, тяжело, но вот прошло где-то 3 года после того, как серьезно стали вопросы о дотации тарифов строить, но сегодня уже это начинается, и сегодня, по крайней мере, молодежным категориям, сегодня в определенные, так сказать, периоды сезона, даются, начинаются давать скидки на авиабилеты, и государство их датирает. Это очень хороший процесс. Мы его должны просто довести до нормального, так сказать, более глубокого процесса, и сделать билеты значительно дешевле, потому что, ну, сегодня стоимость билета, как вот шутят на Дальнем Востоке все, что через Пекин в Москву долететь, в общем, в два раза дешевле, чем просто из Хабаровска, например, в Москву, или там из Южно-Сахалинска. Это шутка или это реальность? Нет, это реальность. Это реальность, потому что, ну вот, я вам могу сказать простой момент, я помню с одним японским предпринимателем, летел в Хабаровск, когда работал, я летел, ну вот, это бизнес-класс, стоимость 2000 долларов билет. Ну, он просто, как бы, не понимает, откуда такая стоимость, он мне говорит, просто не понимает, откуда 2000 долларов, да, то есть, для первого класса, еще как-то, ну, первый класс это, ну, бизнес-класс, 2000 долларов, это ненормальная стоимость, должно максимум стоить 1000 долларов, понимаете? А это что означает? Кстати, компания Далявио, к сожалению, она как раз разорилась, то есть, вот, та компания, которая дает такие цены, но я ни в коем случае не хочу на эту компанию какие-то камни катить, да, потому что, в принципе, это общая система. А то, что делается летом, просто трудно себе представить, потому что начинается период отпусков, поскольку существует, в общем-то, хорошая практика датирования и принуждения работодателям, дальневосточников датировать их перелет на место отдыха, то в это время, как бы, под это компании поднимают, поднимают, да, причем это очень серьезный подъем, то есть, в два-три раза, понимаете? И, я вот помню, был в прошлом году в Анадыре, Чукотка, и люди, которые, в общем-то, достаточно высокопоставленные чиновники, понимаете, они вот, ну, в бытовом общении мне просто говорят, ну, мы не можем семьей полететь никуда, просто мы не можем себе позволить, при наших достаточно повышенных, хоть не таких, как в советское время, но повышенных окладах, при наших возможностях, при наших, ну, в конце концов, там, скажем так, блатных возможностей, то есть, поговорить другим чиновникам, да, мы не можем просто позволить себе полететь, поэтому тарифы, как Борис Алексеевич Виноградов и правильно все это сформулировал, тарифы разорвали уже сегодня давно страну, поэтому столица здесь, она позволит этот вопрос склеить и перевести на новую основу. Вот, если обращаться к опыту как раз стран Юго-Восточной Азии, там есть несколько крупных городов, которые являются одновременно финансовыми центрами, причем мирового значения, среди них есть города, которые сравнительно недавно стали такими центрами, вот эта гипотетическая столица рассматривается вами, как такой возможный финансовый центр мирового уровня? Я должен сказать, что я, к сожалению, плохо разбирался вообще в финансовой проблематике и не могу здесь выступать более-менее грамотным, хотя бы там, скажем, полуэкспертом, да, вот, и не готов сейчас точно ответить на этот вопрос, но то, что это должна быть культурно-инженерно-символическая столица и символический лидер, так сказать, Северо-Восточной Азии, это вне всяких сомнений, иначе просто смысла переносить, ну, скажем, какую-то группу ленивых чиновников из одного места в другую, да, для того, чтобы они работали неэффективно. Ну, это просто бессмысленность. Ну, можно сказать, что такая столица, это будет такая матрица, пример для развития других городов. Правильно я понимаю? Это фактически площадка для отработки... Очень точно, поэтому я называю столицу в плане вот градостроительном, урбанистическом, просто называю еще модельным городом, город номер один, потому что вы правы, мы ее должны, опять же, это бессмыслится будет, если мы, ну, какой-нибудь типовой район Москвы перенесем туда, сделаем столице. Просто чушь, и, безусловно, мы должны делать ставку на, а, экологическом урбанизации, то есть, которая бы не давала бы, то есть, с элементами безотходных технологий, который не давал бы никакого загрязнения, природа прекрасная, зверье, рыба, все есть, ну, и уничтожать это просто под какие-то глупые надобности бессмысленно. Второй момент, это, безусловно, должен быть город энергопассивный, то есть, ну, если не говорить даже о нулевом потреблении, то, по крайней мере, ЖКХ должно в три, в четыре, в пять раз быть дешевым, энергосберегающим, чем обычные. Все эти технологии уже есть? Все есть в России, есть на Западе, Европа просто, так же, как, например, Сингапур и ряд других азиатских стран, они просто здесь уже ушли куда-то в 25 век, и нам просто стыдно должно быть, при том, что очень много идеологов энергопассивности, энергосбережения, эко-домов, эко-домостроительства, и вот Юрий Николаевич Лапин, Наденный, Кривов, Александр Сергеевич, то есть, наверное, идеологи все наши. Но, как всегда, как всегда, фактически приходится сегодня с ужасом, и вот Юрий Николаевич Лапин книгу написал по поводу энергопассивных домов, что происходит на Западе, вообще какой мировой опыт. Ну, в этом смысле, горькая книга, потому что он про это 15 лет назад говорил, как о том, что у нас есть за дело и надо делать. А сегодня он описывает то, что стали делать на Западе, а у нас фактически, помимо, ну, какой-то, конечно, энтузиазической активности, к сожалению, очень слабой, поскольку просто невозможно без поддержки государства такие вещи делать, ничего. Отсюда столица, это прежде всего модельный город, и с точки зрения вот урбанизации, я тему разрабатываю, усадебно-ландшафтную, усадебно-поместную урбанизацию. И вот с точки зрения, это, конечно, должно быть другой тип вообще градообразования и градоразвития, где малоэтажность в основном застройка, где мы делаем на домовладение ставку, и где, безусловно, элемент энергопассивности и экологичности играет ключевую роль, и все вписано в ландшафт. То есть не разрушает ландшафт. Дополняет. Да, как дополняет и, наоборот, делает его более интересным. Такая столица должна быть, насколько крупной, сколько там людей должно проживать? Ну, по нашим подсчетам, фактически вот к тем, примерно на сегодняшний день, 85 тысячам, вот в этом треугольнике жителей, которые есть, нужно добавить где-то 40-60 тысяч человек. То есть это... Да, это ни в коем случае не монстр, это небольшая столица, и мне кажется, нет никаких оснований требовать вот так просто от потолка, требовать каких-то больших цифр и мечтать о них, потому что это не нужно. То есть должно быть эффективное чиновничество, должна быть эффективная медиа и коммуникационная среда, потому что очень удобная площадка, чтобы проводить там, соответственно, конференции, семинары, договорные площадки. Здесь власть, должна быть наука и так далее. Плюс космодром, который, опять, если мы, как обычно, по инерции, как всегда, как по Виктору Степановичу Черномырдину, все в глупость не превратим, то космодром должен стать началом космического кластера и, соответственно, тоже какую-то лидирующую функцию задавать, поэтому инженерная наука, космонавтика и так далее. То есть все это в целом не требует гигантских усилий. Фактически это такая реализация мечты о звездном городке расширенной. Наверное, наверное. Только в нем уже будут жить люди, не только космонавты. Но вот если возвратиться к теме высокоскоростных артерий, она очень интересна, и не только в связи со столицей. Скажите, вот в России технологии уже сегодняшнего строительства существуют, или придется их закупать? Здесь очень сложный вопрос, абсолютно правильный и точный. Просто в каком плане сложный? Потому что, во-первых, речь должна сначала идти не о технологиях, а о системах. Мы должны просто сформулировать задачи. Ну, например, что сегодня, а ведь что такое, когда он трансиб, мы говорим, что такое реально? Даже если поезд идет иногда 100 км в час на каких-то участках пути, товарняк, например, то реально, если посчитать весь путь, то он движется максимум 9-12 км в час. Реально. И это реальное движение надо, с моей точки зрения, с точки зрения конкурентоспособности с мореходным транспортом, с точки зрения угроз со стороны транспорта Китая и так далее, нам нужно дойти хотя бы до 40 км, чтобы реальное перемещение, физическое перемещение, составляло 40 км в час. Поэтому, исходя из этого, если брать трансевразийскую магистраль, исходя из этого, мы должны давать, собственно, принципиальные задания, ПЗ, на разработку. То есть, а не исходить из существующих технологий. Это первый момент. Второй момент. Какие-то участки могут быть сверх-сверхскоростными, допустим. Здесь, опять же, не грех позаимствовать где-то элементы того, что делают сегодня, допустим, в Японии, в Китае, где шанхайский аэропорт, соответственно, существует так называемый Маглев. То есть, magnetic levitation на магнитное поле приподнимает... Там где 500 км в час? Ну, там чуть поменьше, но неважно. Суть в том, что магнитное поле, создается мощнейшее, значит, за счет электротока магнитное поле, которое приподнимает поезд и фактически как бы ток его толкает с гигантской скоростью. При этом для людей, которые находятся внутри поезда, это ощущение, ну, такое, что почти она стоит на месте, только за окном почему-то все несется. Мелькает. Но по большому счету, как вот говорят те, кто там ездит, я, к сожалению, не ездил там, что дают маленькие чашечки кофе. Они налиты... Да, они с полной, так сказать, до краев залиты, и нормально люди сидят, говорят, не думая о том, что эти чашечки могут расплескаться. А, кстати, такая технология, насколько окупаема? Она очень дорогая. Давайте просто, ну, опять, чтобы здесь не было иллюзий, она очень дорогая. То есть, конечно, и в Шанхае, по-моему, что-то 45 километров этот участок пути, и, ну, вот, как бы гигантский Шанхай, гигантская возможность Китая концентрировать ресурсы на отдельные амбициозные проекты, ну, вот, фактически полсотни километров это максимум, на что они смогли, и пока не наблюдается по Китаю дополнительный строительство. Но, во-первых, еще раз повторяю, здесь вопрос основной, это, что мы хотим. Если мы хотим все-таки, вот, условно, в 4-5 раз увеличить просто пропускную способность транс-евразийской магистрали и транс-ИБА, то здесь не требуется на магнитном принципе передвижения. Это первый момент. Второй момент. А кто сказал, что он должен быть именно таким? Давайте искать другой, и, как бы, наоборот, надо искать новые физические принципы. И третий момент, наконец. А все возникает от того, опять, будем ли мы это делать комплексно или нет. Потому что, ну, я немножко сейчас, может быть, фантастическую вещь скажу, но готов в отдельное, конечно, время подробно аргументировать и объяснять. Если мы поставим современные на быстрых реакторах, соответственно, атомные станции, причем миниатюрные вдоль этого пути, которые обеспечивают и общую энергетику, и развитие промышленной, ну, жилищную, бытовую жизнь вокруг, да, и при этом каким-то образом фактически концентрируют электричество на той или иной рода транспортной системе типа Моглева, да, то, в принципе, в совокупности это может задавать совершенно другую экономику. То есть это будет все очень дорого, но с точки зрения эффекта окупаем. Потому что, когда у нас говорят, знаете как, ну, приведут здесь банальную фразу, она стала популярной, мы не настолько богаты, чтобы делать дешевые вещи. Потому что мы все время пытаемся все по копейке сэкономить, а в итоге потом с утра до вечера копаем асфальт и так далее. Ну да, скупой платят трижды. Конечно, конечно. А скажите, я все-таки продолжу эту тему, потому что тема для нашей стороны столь прошторная, она очень важна. Если не брать такие сверхдорогие технологии, то вот на основе достаточно традиционных, привычных все-таки поездов, какую максимальную скорость можно дать? Ну, 230 километров при модернизации самого железнодорожного полотна, это вполне нормальная скорость. И можно заразить спокойно. Это на обычных локомотивах. Да, да, да. Ну, там опять все надо помодернизировать. Это все как бы... Это не разрыв, не прерыв. Нет, это не подъем на новый какой-то технологический уровень, этап. Но реально здесь где-то 30-40 километров перемещения физического по Транссибу можно достичь. А если еще правильно... Здесь, опять же, что такое транспорт? Вы, во-первых, абсолютно правы, что для России это просто вопрос номер один с нашими территориями и так далее, с туроками и с дорогами. Все это абсолютно правильно. Но транспорт это во многом, не убирая физическую основу, материальную основу, железнодорожные пути, локомотивы, магнитные подушки и так далее. Все здорово. Но прежде всего это логистика. У нас же, понимаете, у нас масса просто торможений на этом пути. Оно состоит в том, что просто... Из ошибочных маршруток. Несогласование, отсутствие единых платежных документов с точки зрения, так сказать, торгового продвижения. Гигантское стояние на границе. Как на китайско-российской, восточной, так и на западной. Потому что все законодательства рассогласовано абсолютно. И для того, чтобы просто пропустить поезд, который каждый день по два раза ходит через эту границу, все как бы заново, долго оформляя, ну и так далее. То есть это даже не технологический резерв? Во многом гигантский логистический. Логистический. Как вы и сказали, да. И если надо будет соединять столицу, вот эту гипотетическую, с другими центрами, то придется строить новые железнодорожные полотна, да, вот под новые современные поезда. Или старые можно как-то модернизировать? Наш БАМ, грубо говоря, можно задействовать? Вот у нас была работа перед поездкой в период визита Владимира Владимировича Путина в январе 2007 года с Юрием Вячеславовичем Громыко. Гладкая работа, транспортное цивилизационное продвижение, где мы все-таки выдвигали идею, условно говоря, создания параллельной сверхскоростной новой магистрали, полностью сверхскоростной, новой, как бы с нуля, на чистом месте. Сколько бы она давала километров? Она бы давала около 200-300 реального продвижения километров. А плюс-плюс параллельно обязательно нужно вести модернизацию пути существующих. Потому что здесь тоже, потому что в принципе, в принципе, опять, вот допустим, высокоскоростные магистрали, может быть, и скорее всего, они не нужны как вот единый транспорт. Потому что основное это сделать, как вы очень точно сказали, между ключевыми точками, сделать быстрые такие челноки. То есть, например, совершенно изменить географию, по сути, ее преодолеть, ну, условно, я говорю, между там Красноярском и Иркутском. Понимаете, между Красноярском и Хабаровском. Там сегодня Хабаровск-Красноярск, это, ну, там, трое суток, реально, так сказать, если повезет, да, все. А, например, если это расстояние, ну, преодолевается за, там, 12-15 часов, совсем другая ситуация. Сознать экспресс, просто два города. Конечно, конечно. То есть, вы правильно сказали, что нам не нужно просто повторять вот Транссиб-2 делать, в прямом смысле. Нам нужно соединять наиболее важные точки, опять же, исходя из логистики, из нашей генсхемы расселения, которую мы должны делать. Транссиб, наверное, используют под товарные нужды. Конечно. И, в принципе, при модернизации Транссиба, и это сейчас во всем мире делается, на отдельных даже участках Транссиба делает все, то, в принципе, можно обеспечить все равно конкурентоспособную скорость движения. Другое дело, что, к сожалению, этим никто не занимается. Как-то вам удается донести эти идеи до людей, которые могут принимать такие решения? Ну, вы знаете, я бы здесь не мифологизировал власть, потому что, во-первых, удается и разговаривать, и с людьми, которые занимают достаточно высокие посты. Я вам хочу сказать, что очень много, совершенно просто везде, как и везде, разные люди. Понимаете? Поэтому, ну вот у меня, например, последние 10 лет очень страшные впечатления, постоянно повторяющиеся, что бывает с очень высокопоставленным человеком, с высокой должностью, с ним говоришь, такое ощущение, что разговариваешь с каким-то несчастным человеком, там, бомжом, там, на Курском вокзале где-то. Понимаете? Потому что, ну, с точки зрения устройства сознания, потому что человек, например, говорит, у меня нет времени, например, у меня нет времени, я очень занятый человек, да, потом начинаешь говорить, оказывается, что час, два, ты уже не знаешь, куда от него убежать, он тебе рассказывает о своих бедах, рассказывает о том, что ничего нельзя сделать, да, и о том, что мешают и так далее. И в какой-то момент перестаешь понимать, то есть перед тобой сидит высокопоставленный чиновник, который должен при всех сложностях, всегда госуправления, при всех инерционных вопросах, так сказать, сопротивления и так далее, да, он должен практически предлагать решение, должен рассматривать твои инициативы и говорить, это чушь, это не туда, вот здесь давайте посмотрим. Дирижировать должен. Должен дирижировать, то есть управлять, руководить. А он вместо этого просто жалуется и непонятно в итоге, в итоге, о чем он тут делает. Поэтому, понимаете, вопрос о том, что мы донесем до какой-то такой высокой власти, и что эта высокая власть, она, наконец, на нее 10 минут прочитает, да, на мой взгляд, это немножко фантазийно. А где же выход? А выход ни в чем, выход в том, чтобы работать и самим все это реализовывать. Я никогда не понимаю вопрос, что, как говорится, мы предлагаем, а почему власть не делает. Власть это такие же люди, то есть делают всегда конкретные личности и конкретные общности. По-другому не бывает. Другое дело, что для того, чтобы твой проект реализовывался, надо кому-то из твоей общности идти во власть, занимать места, кому-то идти в медиа, кому-то идти туда. То есть создавать нормальную систему реализации твоей идеи. Там прикрытие, лоббизма, а как по-другому, соответственно, медиапродвижение, рекламы, понимаете? Просто в конце концов там какого-то места, где просто можно собраться, попить кофе, поговорить. Но это все инструментарий для реализации проекта развития. И в нем очень важную роль играют президенты, председатели правительства, чиновники, вице-премьеры и так далее. Но не надо абсолютизировать их роль. Понимаете? Надо все-таки исходить из того, что если нужен проект, то кроме тебя никто не реализует. Вы знаете, Дионисий, я просто прошу прощения, буквально минутку пофилософствую. Потому что у меня вот видение мира, например, оно включает в следующем, что для любой серьезной насущной задачи, ну исторической задачи, да, грубо говоря, рождается, вот мне так кажется, рождается один только человек. И если человек эту задачу понимает, как миссию для себя выстраивает, то да, с помощью всего государства, страны, масса партнеров, соратников, друзей, но только он и может ее реализовать. И бессмысленно обсуждать, что вот почему я это выдвигаю, а Владимир Владимирович Путин еще там ничего не решил и так далее. Нет, надо убеждать и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрия Анатольевича Медведева, и все, так сказать, их окружение, но тебе нужно, ты и решай. Я в этом ничего плохого не вижу. Это не повод, я не к тому, что это подарить чиновникам, эту мысль в плане, там, иди отсюда, там, тебе нужно, ты и решай. Нет, если у тебя вопрос государственный, всеобщезначимый, то, ну, и ты при этом видишь, что он очень важен, ты говоришь про это, ну и делай это. Поэтому для меня просто этот проект, как и другие проекты развития, это то, что я делаю, буду делать, то, что я сделаю. Понимаете, если для этого потребуется идти во власть на любой пост, если для этого нужно, я пойду. Если для этого нужно кого-то уговорить, убедить, так сказать, и полностью вовлечь, я вовлеку, сделаю и прочее. Потому что мне это нужно, потому что это нужно стране, это нужно мне. Ну вот, мы начали говорить о столице, а поговорили о широком, как говорится, по широкому профилю. Это, наверное, лишний раз доказывает, что такая идея способна стать локомотивом действительно развития страны. Вот наш эфир заканчивается. Наверное, стоит его завершить каким-то обобщением. И я бы хотел, чтобы вы сказали все-таки о перспективах этого проекта, все-таки насколько он реален. Ну, понимаете, Денис, опять, для меня он, ну, я им живу, я просто работаю в этом проекте. Поэтому вот у нас был недавно круглый стол, два дня назад, и достаточно серьезное сообщество, ядро сообщества образовалось. Это первый момент, да? Поэтому первое сейчас как-то институтализация этого сообщества. Второе, мы к Новому году сделаем концепт градостроительный уже чисто. То есть вот все ваши вопросы конкретные, очень важные. Мы уже не просто будем говорить о столице и даже показывать на карте место, где это, в Амурской области, да? А мы уже просто предложим градостроительный концепт этого проекта. Безусловно, с конкретной привязкой территории и так далее. На апрель мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы пригласить примерно десяток ведущих градостроителей мира провести такую конференцию в этом месте, для того, чтобы обсудить именно с точки зрения модельного города, вот о чем вы тоже сказали. Поэтому это достаточно такой конкретный план. И тут как бы для меня просто работа, где все, кто хотят, могут присоединяться. Здесь для такого серьезного дела никогда мало помощников и друзей, и соратников не бывает. Вот, но это работа. Ну что ж, спасибо вам за то, что нашли время прийти в нашу студию. У нас в студии был Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения «Развитие». Развитие «Развитие»